Виктор Марцелов и Сергей Буслоусель из предприемства «Беларусь на автоособина» крыху хвалюются. Хоть и лидеры Жнева, ледовавышенные уваги явно не звыклые. Все неголовное для их – сумленная праца на палетках. Это совсем не просто. Кожный день находится за штурвалом по 12 годин. Складающих поспеху по великим рахунку два. Подрихтованная техника и ожидание працевать максимально махчимый час. Это вам не объяснить, это надо показывать все. Это очень кропотливый труд. Надо все продуть полностью. Фильтры, радиатор, сам комбайн, все смазать. Ну, хоть сейчас облегчение в нашем комбайне, он сам мажется. Но все равно много работы. Начинаем часов 8-9 и заканчиваем. Как раз садится, отлегает. Не хочет нож резать. Едем домой. Разом с экипажем двухтысячников с тушки передовиков отримливаются еще три экипажи, на рахунку яких тысяча тонн сбужжа. Таким чином, теперь у сельгазпредприемстве уже 12 тысячников. И это явно не кончатковая лечба. Зараз у господарца убрана только и каля половую площадь при средней урожайности 42 центнеры с гектара. А тому колька с лидеров повеличится. Тем более, что для того, чтобы убрать хлебу термены без трат, створаются усе умовы. Двухразовое питание организовано. Ремонтные работы по необходимости на этих дворах тоже организованы. Есть выездные бригады. Новые тысячники на Гомельщине заявляются практически на что день. Убрано 53% площадей. РАПС АЗИ мы завершили на всех 100% площадей, которые были отведены. Это не много, не мало. 50 тысяч. Организация работ сегодня на должном уровне. Под этим мы понимаем, что сегодня мы 100% обеспечены топливом. Для проведения всех видов работы, так как уборка АЗИМ их, уборка с воска, соломы. Подготовка сегодня ведется параллельно к посеву РАПС АЗИМ его, который мы планируем начать с 5 числа. Идет накопление удобрений, чтобы уносили мы сегодня под посев. Техническое обеспечение мы сегодня привлекли промышленные предприятия для оказания помощи нашим сельхозпредприятиям. Планируем, что в пятницу уже придут нам помощи нашей армии. Это около 50 единиц техники. Это будут площадки для свозки соломы, это автотранспорт для вывозки зерна. Так и привлечение людей, солдат, военнослужащих для обеспечения производственных процессов. Уборку зерневых на Гомельщине плануется завершить до середины Жнюня. На початку вересня начнется нарыхтовка кукурузы на Силас. Еще раз в месяц на збожжа. Алексей Церов, Виктория Кривда, Сергей Жиленко, телерадиокомпания Гомель.